Так, ну что, скобка у нас уже почти 600 тысяч, хотелось бы надержать. Это прекрасно. Хорошо, хорошо. Ну, друзья мои, давайте мы проверим звук, слышно ли нас, потому что сегодня вам не важно видеть слайды, друзья мои, потому что сегодня мы будем без слайдов, но сегодня мы будем со звуком. И очень важно, чтобы вы не только видели наши прекрасные лица, но самое главное, чтобы вы слышали нас. Плюсики и десятки, это означает, что видно и слышно хорошо. Ура, 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 я очень-очень-очень рада. Итак, у нас комната на тысячу человек, у нас пошел только седьмой десяток. Давайте две минутки подождем еще собирающихся. Напоминайте, что мы уже в эфире, что уже все, оно начинается, и что сегодня мы постараемся быть недолгими и очень такими, ну, знаете, по сути. Итак, те, кто не поместится в вебинарную комнату, у нас включено два прямых эфира. Мы включаем еще запись на YouTube, это YouTube еще будет. И давайте так, ну, давайте немножко напишите, пожалуйста, откуда вы, мы посмотрим вообще регионы, откуда нас слушают. Есть ли другие страны, это тоже интересно. Москва, Челябинск, классно, Пермь, Мордовия, обалдеть. Так, Сочи, Кузбасс, круто, круто, круто. Так, и сейчас, когда вы пишете, откуда вы, напишите, пожалуйста, ваши уровни, потому что очень важно, здесь больше новичков, гостей, которые сейчас летом пришли. Или это топ-лидеры, которые по нам соскучились, так скромно замечу. Или это директора, который жаждет знаний, менеджер 12%, 12% ума. А ты ее шкарала. Я даже не успеваю читать все. Так, есть новички, есть растущие менеджеры, которые сейчас, наверное, попали в турборост и срывают все подарки. Открытый директор. Казахстан, Караганда, привет. Балашка, Московская область, 3% вообще, красавчики. Молодцы. Казахстан, Магнитогорск, 6, 15, 9, Сижевск, старший менеджер. Слушайте, я так чувствую, что здесь еще и много званий, и мы тоже вас очень-очень рады видеть. И если честно, если честно, очень нужны ваши комментарии во время нашего выступления. Только не задавайте вопросы, я на комментарии смотреть не буду. Вот так вот, да, вот такая женская логика. Для чего нужны ваши комментарии и поддержка, может быть, какие-то улыбки, смайлики или, знаете, аплодисменты? Для того, чтобы я понимала, что компьютер не вырубился, как у меня часто бывает, поэтому я не люблю часто проводить вебинары. Чтобы я понимала, что я разговариваю не сама с собой, а все-таки с вами. И очень важно видеть вашу реакцию, хорошо? Маргу, ну сегодня ты не одна, если что, ты разговариваешь со мной. Да, на тебя же снизу. Хорошо. Друзья, вы знаете, я сегодня хотела с вами поговорить... О, уже 700 участников, крутяк. Сегодня мы хотели с вами поговорить о важности, вы не представляете, о важности историй в этом бизнесе. Когда топ-лидеры, когда человек, который выступает на сцене и рассказывает свою историю, когда делится своим успехом, он рассказывает не для того, чтобы похвастаться. Он рассказывает для того, чтобы кто-то вдруг вошел в резерву с ним и прочувствовал, что он такой же. Если у него получилось, у меня получится, или, возможно, да я-то лучше. Если у него получилось, так у меня точно получится. А кто-то тянется за авторитетами. И вот эти истории, они очень работают. Поэтому собирайте их, как бриллиантовые крупицы. Потому что рассказывая истории людей из разных регионов, из маленьких, из больших, когда из 200 населения женщина вошла в топ-15 мира, друзья мои, это действительно мотивирует. Когда человек приходит много-много лет, почему-то сидит на каком-то уровне, и потом раз взрывается и входит в топ-3 России. Друзья мои, это же действительно мотивирует, это показывает то, что, ого, этот бизнес работает. Ого, если я долго сижу, значит, я не какой-то бестолковый, значит, такое тоже есть. И у меня есть возможность расти. Или кто-то приходит и быстро растет за полгода, за два года исполнителей, за год, в конце концов, куча групп. Друзья мои, вот эти истории, они очень важны. И когда вы находитесь на конференциях, на мероприятиях, очень важно учиться не только через компьютер, очень важно присутствовать на мероприятиях лично, прочувствовать, увидеть, услышать эту энергетику этого человека, возможность с ним сфотографироваться. Для чего? Потому что это, опять же, истории, которые работают. Когда вы проводите встречи, и люди верят, не верят, эти истории, они как будто заземляют, они как будто приближают к его, к новичка, к действительности. И когда человек говорит, я не вижу, такое не бывает. И вы вдруг раз показываете, вот он реально, вот моя фотография с ним, вот его пожелания мне. Это действительно работает невероятно. Знаете, еще я хотела вам такое пожелание сказать. В нашем бизнесе очень-очень-очень важно абсолютно каждому человеку подходить так, как будто это твой топ-лидер. И вы знаете, на эту тему сейчас, буквально этим летом несколько примеров, я разговаривала с Аленой Ивановым Родионовым. И представляете, у них в группе, в распечатке, когда обзванивали спящих, спящих уснувших вообще, которые уже ничего не делают. Вдруг они всколыхнули одного лидера, который стал номер один. К сожалению, забыла, то ли Армении, то ли Азербайджан. Вы представляете, и спящих, и заснувших. То есть каждый раз, когда вы что-то делаете, не превращайте каждое общение с каждым человеком в рутину. Но это всё, это капец вашего бизнеса. Прошу прощения за основу. Очень важно действительно с каждым человеком разговаривать, а вдруг это он, тот самый. Потому что очень часто бывает, когда человек спит, и вроде бы ничего не делает, и казалось бы, ты даже балл иногда не делаешь. Но вдруг вы попали в ту самую точку, вы позвонили в тот самый момент, вы нашли какие-то слова, и этот человек действительно даже вас обогнал. И он благодарит вам за тот самый маленький разговор. И это очень важно. Вы знаете, я с этим столкнулась буквально недавно. Я обзванивала свою структуру, у меня огромная глубина. В моей команде бриллиантного директора, которым я очень горжусь. И я позвонила, вы знаете, это мне было очень приятно. Они сравнили меня с мамой, с Томилой. Потому что они говорят, ты как воодушевел нас. Мы так глубоко у тебя. Ты позвонила, ты по-настоящему нами интересуешься. И из этого разговора с тобой мы поняли, как мы свою работу превратили в рутина. Мы обзваниваем просто для галочки, потому что нужно. Может быть, даже для спонсора, не для себя. Вот, друзья мои, я вас очень прошу, это моё к вам такое пожелание. Пожалуйста, с каждым человеком, новичоком, или услужка вашей распечатки, или растущий манджер, говорите так, вот по-настоящему. Именно для этого человека, как будто это ваш будущий топ-лидер, которому вы будете гордиться, и который поможет завести вас, вашу команду. Ну, вот, пожалуйста. В утверждении Маргаритиных слов хочу ещё один такой очень-очень-очень яркий пример привести. И напомню, что, между прочим, результат Мексики номер один, которая, помимо этого, ещё лидер номер два в мире, она как раз-таки очень долго была такой, как Марку сейчас назвала, уснушкой. Вот, то есть она несколько лет, она вышла замуж, она была замужем за членом из правительства местного. Вот, с у неё всё было хорошо. Вот, и потом, вот, спустя несколько лет, она попала как раз-таки на конференцию, она опять очнулась, проснулась, снова начала работать, привлекла своего мужа, забрала его из политики. И вот они в итоге добились такого результата, что стали лидерами номер два в мире. А ты помнишь, сколько они лет в Вальфе? 30. А сколько она спала? Спала, она, по-моему, 8, если я не ошибаюсь. Девять не запомнилась. Девять лет назад. Ну, восемь, девять. Ну, практически десятку. В общем, долго, по-любому очень долго. Да. И, итак, перейдём к историям. Сегодня я хочу с вами поделиться историями, которые я люблю рассказывать, которыми я люблю работать. И я надеюсь, сегодня вы прочувствуете, как важны истории в нашем бизнесе. Итак, первая история, которую я хочу рассказать, это история одной семейной пары. Возможно, вы её слышали много раз. А если сегодня кто-то слышит первый раз, то это вам, так важно. Десятку отнатолит. Десятку отнатолит. Десятку отнатолит. Да. Итак. Двадцать четыре. Господи. Двадцать четыре года назад в компанию «Арифейн» пришла одна семейная пара. Мужчина и женщина. Это были девяностые, это было непростое время в нашем, тогда в России. Военным не платили зарплату, надо было как-то крутиться, вертеться. И все пробовали, делали всё, что они могли, всё, что от них зависело. В то время на рынок пришёл сетевой маркетинг. У людей было неоднозначно к этому отношение, а сложно было, легко было работать. Неизвестно, друзья мои. Просто кто-то брал, делал и работал, а кто-то искал, как всегда, отмазки. Как всегда говорят, что это лохотрон, что это не работает, что уже поздно приходить, представляете? Даже тогда они говорили это. Но кто-то просто брал и думал о семье и о том, что есть шанс и надо им воспользоваться. Итак, эта семейная пара пришла в компанию Арифлэйм. Компания Арифлэйм только пришла на рынок, она тоже сама не знала, как расти, куда расти, что делать, чему обучать. Господи, я сейчас представляю, сколько сейчас роликов, помощь нам, сколько чатов, помощь нам, которые помогают нам и преподносят быструю информацию. Друзья мои, вот сейчас, если честно, идеальное время для роста. Вот просто идеальное время для роста. Много людей, которые перед вами прошли, у которых много уже, и стоит, понимаете, это не один уникальный человек. Это люди, которые прошли и сделали это, и не раз сделали, и вырастили огромную организацию. Вам просто нужно взять эти знания и повторить этот путь. Итак, семейная пара пришли, зарегистрировали. Что им дали? Каталог, как план успеха. Что нужно делать? Ну вот люди, вот продукции, идите, продавайте. И они продавали. Первые месяцы они продавали, много продавали. Они устали от продажи. Потом они стали приглашать людей. Но куда приглашать? На что звать? А выплатят ли всё, что обещали? Такие деньги обещают большие. Но они стали работать. И этот мужчина, он военный, он работал в Центре управления полётами, в России логистики, там, где ракеты космоса пускает. И он стал анализировать, в этой системе есть большие деньги. Но за что? Что? За что платят компании? Потому что где-то с другого континента из Америки уже приходили истории, что в сетевом выросли миллионеры долларовые. Но что надо делать? Что надо делать, чтобы вот это всё получить? И они стали думать. Ну они стали не только думать, они стали пахать и учиться на собственных результатах. В результате появилась система работы, благодаря которой эта семейная пара за один год, друзья мои, за один год они прошли всю карьерную лестницу компании Арифлэм. И это невероятно, что это сказали. Понятно, Россия что-то химическое. Приедем, проверим и накажем. Приехали проверить, друзья мои, все условия выполнили. И вы знаете, они все... Да, через пять лет друзья мои пишут... Так, видно, слышно? А то очень много было пропали, пропали, пропали. Леша, многие пишут и пропали. Видно, видно, всё-всё, всё в порядке. Хорошо. Всё, хорошо. Потому что там просто несколько человек пришло. Я тоже говорю. Итак, через пять лет эта семейная пара получили акции компании. Друзья мои, вы знаете, что такое акция? Акция – это когда ты получаешь маленький процент, но с товарооборотов всего мира Арифлэйм. Вы представляете, думали ли они тогда о таких деньгах? Нет, не думали. Через восемь лет эта семейная пара за свои заслуги перед отечеством встретилась с её величеством, королевой Швецией, Сильвией. Они получили аудиенцию. Аудиенция прошла вместо положенных 30 минут 50 минут. Представляете? Это невероятно, друзья мои. И это тоже Арифлэйм. Вы представляете? Шесть раз эта семейная пара влияла на компанию Арифлэйм и улучшала маркетинг план. И в конечном итоге компания Арифлэйм, друзья мои, это наша с вами гордость. Это очень крутой аргумент. Компания Арифлэйм первая в мире сетевой индустрии объявила высший чек за высшее звание 1 миллион долларов. Это наш с вами факт гордости. Первое. И я вам скажу, что компания Арифлэйм, она не самая возрастная, потому что до неё уже есть компании, которые больше 100 лет на рынке. Но Арифлэйм, которой 50 лет, она дадут в момент, был ещё меньше. Представляете, какая она прогрессивная, как она быстро растёт и догоняет. И как она прислушивается при глобальности своей к лидерам. Друзья мои, у каждого из нас на определённом уровне есть возможность влиять и улучшать свою компанию, своего партнёра. Вы представляете вообще, куда вы попали? И когда компания Арифлэйм объявила на весь мир. Итак, высший чек 1 миллион долларов. И эта семейная пара взяла этот чек здесь, в России. И эта семейная пара действительно легенды даже не только Арифлэйм, а сетевого. Потому что когда мы с Алексеем проводим встречи и встречаемся с сетевиками других компаний, знаете, как мне приятно слышать, когда они не знают, кто мы, но они приводят пример, что в сетевом маркетинге есть люди в России, которые заработали миллион. Представляете? Это вообще очень. Это наш тоже с вами факт гордости. Этим действительно надо гордиться и рассказывать. Это при нашей с вами жизни. Это люди, у которых мы все с вами учимся. И это реальность, и это правда. Эти люди разговаривают на том же с вами языке. Они работают на тех же самых рынках. Они встречаются с теми же самыми трудностями, проблемами. Но они их решают и растут. И вы знаете, когда ко мне, к нам в семью обращаются, много-много людей с разными вопросами, с благодарностями, и в том числе с проблемами, я люблю такую фразу, которую я услышала от папы, и она действительно невероятно крутая. Он говорит, нам платят не за то, что у нас все получается легко и просто, нам платят за то, что мы решаем проблемы, задачи и вопросы. И чем больше уровень проблем, задач и вопросов ты решаешь, тем больше калибр-лидер ты становишься, тем больше ты зарабатываешь. Теперь у меня к вам, друзья, вопрос. Вы хотите большего уровня задачи решать? Вы хотите стать глобальным топ-лидером, до которого все равняется? Потому что когда вы проходите эти проблемы, задачи, решаете их. И когда к вам кто-то приходит, ты можешь ему сказать, да, детка, я проходила это, и ты пройдешь, и я знаю, как тебе помочь в этом. Я очень рада вашему ответу, спасибо вам большое. Итак, и когда я рассказываю всю эту историю невероятную, люди, кто-то верит, кто-то не верит. Но в конце я люблю добавлять мою любимую фразу. Возможно, я бы сама не верила, как кто-то из тех, кто сейчас присутствует и слушает, если бы не одну маленькую, но сейчас я вам рассказала историю нашей семьи. Это наши родители, которые пришли в 90-е годы, когда было очень непросто. Папе не платили зарплату полгода, надо было крутиться, вертеться, работать нигде нельзя было. И они пришли в Эриквейн. Они не знали, что делать. Они делали так, как они знали, умели и могли. И они вырвались из нищеты. И они создали себе своими руками, своими действиями, своей работой, такую жизнь, о которой, наверное, даже не мечтали. Серьезно. Но знаете, чем мы особенно гордимся? Мы гордимся особенно тем, что они не такие уникальные. Что много лидеров пришло в нашу команду. И в Эрифлейн, не только в нашу команду. Которые стали топами и номер один своих регионов. И это невероятно круто. И это не только когда-то тогда, в 90-е, или в начале 2000-х, или в начале 3000-х. Это не повезло в то время, когда они пришли вовремя. Это просто они делали правильные действия, не обращая внимания на трудности. Более того, даже радуясь трудностями. Потому что, решая трудности, задачи, проблемы, они поднимали свой уровень лидерства. Они получали новые способности, которые помогали им расти по лестнице успеха. И этой историей я очень горжусь. И это наши с вами топ-литеры. Вот такая первая история. И, кстати, очень интересный вывод. Скажите, пожалуйста, ваши друзья, знакомые, коллеги, близкие, родственники, дети, родители. Скажите, все с вами пошли сразу? Скорее всего, вы ответите сейчас мне. О, тебе комплименты пишут. Я выступаю, тебе комплименты пишут. Вы знаете, друзья мои, при таких родителях, при такой истории, которая на моих глазах была, я пришла не сразу. И я очень благодарна моим родителям за это. Я благодарна им за то, что они дали мне возможность искать себя. Я получила два высших образования, юрист и журналист. Я искала себя в разных профессиях на работе. Я работала в министерстве за первых своих пять рабочих дней. Получила пять исканий за то, что я сейчас точно уже не помню. Три раза ушла пораньше, два раза пришла попозже. Ну, у людей странная привычка приходить на место встречи раньше немножко, чем я. И вот эта вот работа в системе мне не понравилась, потому что у меня уже было рефлейм. Я уже путешествовала, у меня был свой независимый счёт в банке. Я всё равно искала себя. Я не знаю, что у людей в голове. Но дайте им созреть. И когда они придут осознанно в рефлейм, более преданного и влюблённого человека, в эту систему у вас не будет. Это как раз вопрос о том, как приглашать детей в этот бизнес. Очень важно внутри семьи, когда вас никто не видит, показывать действительно гордость и любовь за этот бизнес. Истории, опять же, истории ваших лидеров. Потому что, вы знаете, когда мы были в гостях у Афьёвы, мы задали вопрос, Лиля, скажите, а как вы привлекаете детей к своему вирусу? Кстати, мне очень нравятся коктейлы. А я вот хотела бы спросить, что у нас, в принципе, осталось от регламента, который мы заявили сами, что будет 30 минут, осталось 10 минут. Я тогда спросила, можно ли я немножко? Марго меня попросила её не перебивать. Можно, можно, я вот даже 30 минут на каждую. Марго попросила её не перебивать, поэтому я сижу и сижу, а когда она мне слово передаст? Или в принципе, можно? Я уже с тобой договорилась, 30 минут на каждую. Отлично, хорошо, договорились. Марго уже рассказала о своём. Да, кстати, это Маргарита, я Снежана. Так, на всякий случай. Подождите, я потом представлю. Хорошо. Марго уже немножко рассказала о своём образовании. В двух словах я расскажу о своём. То есть, благодаря рекламе я училась в Англии, во Франции, в Америке, и закончила МГИМО. И везде мне повезло, всегда меня окружали дети успешных родителей. И при этом, что меня всегда удивляло, ну, ладно, ещё в 10 лет я могла это понять, в 15 уже более подозрительно, но в институте уже мне это вызывало очень много вопросов. Когда я спрашивала у разных ребят, как бы, ну, о чём твои родители занимаются, и очень многие не знают. То есть, кто-то говорил, там, завод какие-то зелёненькие штучки производит, кто-то там ещё что-то типа, вообще не знаю, типа, деньги домой приносят, и классно. И у меня за такие вопросы всегда просто вызываю, что как это возможно? Это же бизнес твоей семьи. То есть, там, через пару лет ты вырастешь, ты будешь это продолжать. Я что-то отвечаю, нет, я не буду это продолжать. А как? Ну, это же предательство в какой-то степени. То есть, твои родители посвятили свою жизнь этому делу, а благодаря этому делу вы кормитесь, вся ваша семья много лет, и ты не планируешь это делать? Почему? На что я слышала ответ, что довольно часто. Что родители сами не хотят, чтобы дети продолжали то, чем они занимаются. Дело в том, что все родители желают своим детям лучшей жизни. Правда? Я думаю, вы со мной согласитесь. И любой человек в абсолютно любой области на пути роста преодолевает какие-то препятствия. И это тоже естественно, это нормально. Потому что именно преодолевая препятствия, мы растем. И в итоге получается, он возвращается домой. И дома, когда его никто не слышит, его не слышат подчиненные, его не слышат коллеги, его не слышат конкуренты, когда он приходит домой, встречая свою любимую красавицу-жену, и начинает ей рассказывать, ах, какие там все твари, эти там все... Эти наехали, эти подставили. Да, 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 да. И так далее и тому подобное. И самое интересное, что это в абсолютно любом бизнесе. Как вы думаете, дети захотят такой бизнес продолжать? Я сейчас говорю не про сетевое, я сейчас говорю про абсолютно любую область. И при этом на контрасте. Как было у нас в другом? Когда родители возвращались домой, и это на самом деле просто 24 на 7, и все были пропитаны рекламой. Когда родители возвращались домой, и когда их никто не слышал, когда их не слышали другие дистрибанторы, когда их не слышали менеджеры, когда их не слышал никто, что они обсуждали вдвоем? Ну, вдвоем, как бы мы там были рядом, но нас они тогда еще не замечали. Вот, и они на что обсуждали? Что они обсуждали? Истории лидеров. Истории лидеров. Ты представляешь, а у этого вот это получилось. Ты представляешь, а у этого то, 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 то. А ты же представляешь, сегодня мне вот этот вот подошел и рассказал о том, что вот там у детей там... А сегодня я подарил за кусок мяса, а сегодня за море для своего ребенка. Абсолютно верно. И как вы думаете, слушая такие истории, вы хотели бы присоединиться к этому бизнесу? Я могу сказать, что лично я в прямом смысле слова считала дни до регистрации в компании. Причем это было очень смешно, потому что это было в формате... Год, месяц и пять дней. А я тебя не перебивала. Ладно, ладно, тебе можно. Ты вообще перебила, у меня еще впереди три истории. Ну, прости, ладно, на шесть минут, она нам очень много всего рассказала. Вот, короче, как привлечь детей историей. Почему я так перехватила у Маргариты слово? Потому что Марго начала как раз-таки рассказывать про то, как мы были дома у офьёкников. И мы спросили у них, как они своих детей привлекли к этому бизнесу. Но ведь на самом деле это не только листевиков, это абсолютно любом бизнесе, классическом в том числе. И мы были очень удивлены, приятно удивлены, услышав ответ. Во-первых, они ни в коем случае не заставляли детей как-то участвовать в развитии бизнеса. Если они и, внимание, разрешали им как-то принимать участие... Это на самом деле ключевое слово. Ключевое слово. Разрешали быть в семейном бизнесе. Всё хорошо, да. Мы одна целая, вы уже поняли, да? Многие, кстати, говорят, что мы и близняшка похожа. Ну так вот, если они им разрешали, то было два варианта, как дети могли присоединиться. Первый вариант – это они начинали с самых-самых-самых простых позиций. Я была в шоке, когда на одной из конференций я узнала... Ну, там у нас обычно есть так называемый асплетим. Это ребята, которым можно обратиться по любым вопросам. Где экскурсию заказать, где можно пообедать и так далее и тому подобное. Я была в шоке, когда я узнала, что на одной из конференций одним из этих вот ребят асплетим был одним из основателей компании. То есть они начинали с самых-самых-самых простых позиций. Дети, дети, да. То есть не как принято, да, там вот сыночка поставить сразу там на управление каким-нибудь регионом. Самых-самых-самых простых позиций. И так они поднимались выше-выше-выше. Это первое. Просто я хотела бы действительно оценку это сделать. Частенько, когда вы приезжаете на эту конференцию, вы даже не знаете, что в команде Аскви Тим дети-миллиардеры с вами общаются. Представляете, как это невероятно. Теперь будете знать. На каждого смотреть. А вдруг это офекник? Я себе представляю. И девочки, и девочки так будут прихорачиваться. Вот. Это был первый вариант. И второй вариант. Это дети могли развиваться где угодно, в любой области, в любой компании. И только когда они дослужились до какой-то должности, только после этого им разрешали перевестись на аналогичную должность компании Аскви. Ну, лично у меня это вызвало огромное уважение. То, что на самом деле, насколько они серьезно относятся к этому бизнесу, то, что даже собственным детям они не позволяют, скажем так, халтуры, халявы. То есть на самом деле... Распылять семейное дело. Да, да, абсолютно верно. Потому что от их решений зависит наше своё будущее. В том числе. Это первое. А второе, как они влюбляли бизнес. Мне отодвигалось, если всё хорошо. Как они влюбляли бизнес. То, что Марго сказала, что истории. Это удивительно на самом деле, что они рассказывали, что во время обедов и ужинов они рассказывали истории простых лидеров из разных-разных-разных стран. Вот. И в частности, рассказали, что они очень-очень любят одну историю про одну женщину, которая была уборщицей в аэропорту. Мы можем с тобой уже синхронно говорить. В аэропорту. И она видела, когда прилетел самый-самый-самый первый самолёт с продукцией компании «Арифлейм», когда ещё только-только запускалась. «Арифлейм» и спустя несколько лет они увидели эту женщину. В общем, она вышла на сцену, когда на юбилеи компании приглашали миллионеров, долларовых миллионеров компании «Арифлейм». Вот. Мы как это услышали, такие между собой заулыбались. Она такая, а вы её знаете? Да-да-да, а что такое вы улыбаетесь? Да, типа, почему вы так улыбаетесь? Нет, она такая, что вы уже тоже слышали эту историю. На что мы так ещё больше заулыбались, потому что ответили, потому что это в нашей команде. Да, что мы её знаем. Мы её не просто знаем, а это один из лидеров нашей команды. Чем мы действительно очень гордимся. Потому что, что всегда говорили родители, и это не только говорили, так думали и до сих пор. То, что мы всегда гордились не результатами нашей семьи, а именно результатами лидеров нашей команды. И это самое крутое. О, смотри, а народ знает Галина Воронина, правильно? Да. Ты представляешь? Слушай, давай тогда я передам теперь на твой, но к тебе слово. Да ты не уходи, всё хорошо. У нас формально минута до окончания. Ну да, ты уложишься. А, ну шикарно, да. В общем, первую тему обсудили. Встреча глобального лидерского совета, которая прошла буквально пару недель назад. И, знаете, это была очень особенная встреча. Это была очень трогательная встреча. Потому что, извините, что я немножко такую грустную тему сейчас подниму и затрону. Ну, я думаю, уже все или многие, во всяком случае, слышали то, что, к сожалению, в этом году ушёл из жизни Йонас Афьокник. Это один из братьев-основателей. Вот, и поэтому вы понимаете, что так или иначе, всё-таки немножко эта встреча была пропитана какими-то воспоминаниями о нём. Потому что, оказывается, именно Йонас лично зарекрутировал Магнусу Брэнстом. А, Блэнстом, я тоже об этом не знала. И самое интересное, вот в тему про… Вообще, Марго, кстати, не знала, что именно я буду рассказывать. Я так как бы общую тему наметила. Но в тему именно про историю Брэнстом. Магнус, когда шёл на собеседование к Йонасу, то он как бы уже был достаточно успешный руководитель, у него хороший был бэкграунд. И ему сделали предложение несколько разных компаний. И из всех компаний, которые ему сделали предложение, Арифлэйм была самая маленькая, самая несущественная и вообще косметика, он мужик, почему-то там делать. В частности, ему предложила Вольва. То есть ему как бы, Вольва — это круто, Вольва — это машина. То есть, в принципе, он пришёл на собеседование к Йонасу для того, чтобы очень вежливо сказать ему «нет». То есть первая реакция Магнуса, когда ему предложили Магнус Брэнст, трав на минуточку, когда ему предложили возглавить компанию, тогда ещё не возглавить, тогда ещё как бы регион. Когда его пригласили на собеседование, его первая реакция была «нет». И потом, во время общения с Йонасом, он впервые сам для себя открыл, что, оказывается, можно работать не только ради денег, что, оказывается, есть вещи гораздо ценнее и важнее денег. И момент, который очень важный момент, который Магнус тогда понял из общения с Йонасом, который в будущем стал его таким духовным наставником, то, что даже если ты считаешь, что ты маленький человек, и от тебя ничего не зависит, на самом деле очень многие люди на тебя смотрят, и их судьба зависит от тебя, от твоих решений. И особенно ярко… Это вообще в принципе по жизни. Это вообще в принципе по жизни. Но особенно ярко это проявляется в нашем бизнесе. И вопрос в том, что Магнус рассказывал о том, что ему неоднократно и в последующем делали финансово гораздо более выгодное предложение, что он мог зарабатывать в несколько раз больше, чем он получает в компании. Но вопрос не только в деньгах. Вопрос в том, в той энергии, которую ты вкладываешь и которую ты потом получаешь. То есть он рассказывал, например, то, что раньше Магнус возглавлял компанию, пивоваренный завод. И он говорит, это очень хороший бизнес, это очень прибыльный бизнес. Но я не был гордой за свой бизнес, потому что я знала, что так или иначе, ну как бы алкоголь вредит людям. В нашем случае я действительно горжусь, чем я занимаюсь. Потому что мы делаем людей красивыми, здоровыми, богатыми, счастливыми и любимыми. Это самое ценное. И действительно, особенная история, особенная история счастливых, благодарных людей, которые поверили, которые пошли, и у них получилось. И они смогли изменить свои жизни, жизни их детей. И когда ты это видишь уже не в первом поколении, ведь на самом деле удивительно, но мы с Магнусом уже такие не единственные. Уже в разных странах есть лидеры, которые передали свой бизнес по наследству. И это на самом деле уже семейный бизнес на протяжении поколений. Скажу свои любимые слова. Династия Арифлэйм. Мур-мур-мур. И очень хотелось бы, конечно, отметить на тему того, что, знаете, кто стоит во главе корабля, скажем так, кто его ведёт, туда корабль вредит. И я действительно очень рада, искренне рада, такому личному знакомству с семьёй Афьёкников. То, что я их настолько знаю, именно не просто как, что «Вау, они классные, я их знаю, у меня с ними фотка есть», а то, что я с ними общалась. И я действительно знаю эту семью, я знаю их ценности, я знаю, чем они дышат, я знаю, чем они живут, я знаю, ради чего они живут, и чего они хотят, к чему они стремятся. И это так ценно. Потому что я сейчас ещё немножко грустный момент затрону. Недавно, соответственно, были похороны Йонаса. И я честно вам признаюсь, когда я туда ехала, я думала, это такой чисто личный момент, но для меня это действительно искренне данное уважение, потому что Афьёкники, они приезжали тоже на похороны мамы. Но это на самом деле для нас это уже гораздо больше, чем бизнес, это наша семья. И я искренне как бы, я туда ехала не для того, чтобы привести классную историю, которую я потом смогу рассказать, а для меня это была очень искренняя такая живая настоящая поездка. Но потом, когда я оттуда возвращалась, я поняла, что меня настолько переполняли эмоции, что я поняла, что я не могу об этом не рассказать. Потому что во время этого события я лишний раз убедилась, какие ценности у семьи Йонаса. Знаете, вот начиная с момента, я об этом описывала у себя в Инстаграме, но я так понимаю, что у меня все подписаны. В общем, начиная с момента, как они прислали приглашение, это было удивительно, когда там было примечание, что вместо цветов семья Афьёкник будет рада, если вы сделаете перевод на один благотворительный фонд. И меня так это уже затронуло, то что даже в такой момент, ну поверьте мне, как бы мы с Марго прошли через это, это очень сложный момент, сложный эмоциональный момент. Очень сложно сконцентрироваться, всё собрать, всё организовать, настроить себя, ещё и всем улыбаться. В общем, это очень сложный момент, когда только на основных вещах каких-то концентрируешься. И даже вот в такой важный, сложный момент они думали не о семье, не о том, как это всё будет красиво выглядеть, когда всё это будет утопать цвета, а они думали о том, что гораздо больше пользы будет, если все гости, ну или там пожелания кто-то, то есть это было факультативно, сделают перевод в благотворительный фонд. То есть даже здесь они думали о помощи другим людям. Это просто поразительно. И ещё такой тоже удивительный момент был, когда Анна Фьёкнюк, дочь Йонаса, которая сейчас тоже входит в совет директору, когда она сказала такие интересные слова, что мы собрались здесь не для того, чтобы отметить его уход из жизни, а мы собрались здесь для того, чтобы честить жизнь, которую он прожил. И это, вы знаете, это вот просто до мурашек. И это совершенно другой подход, потому что на самом деле все умирают, далеко не все живут. И то, какую жизнь прожил Йонас, то, сколько всего он сделал, сколько людей ему благодарны, скольким людям он помог изменить свою жизнь, скольким людям он дал шанс изменить свою жизнь, это действительно удивительно. Точно так же, как и мама. Так нескромно сейчас расскажу. Потому что, как мы обсуждали, на самом деле, теперь у компании «Арифлейм» есть два кило-хранителя. И это действительно очень важно. Переходим к следующей теме. В тему про уход компании с фондовой биржи. Я просто... Пардон, меня просто сейчас немножко переполняет эмоции, потому что я вспоминаю, как рассказывали, как Йонас вообще прожил свой последний день. Вот. И... Маргарка меня смотрит. Ну, просто я буквально в двух, в общих чертах как бы опишу. Это удивительно. Просто, вы знаете, честно, мне кажется, так уходят из жизни только святые. Потому что получилось, что у них там где-то накануне, да, накануне еще был какой-то общий там праздник, что Йонас собрал всех родственников, всех своих родственников. Ты представляешь? Как почувствовал. У них накануне... Да, в общем, он собрал всех родственников. Ну, в общем, есть такой фонд фьёкников, куда вот как бы там благотворительно где-то они там распределяют свои средства. Вот. И он там с ними обсуждал на тему того, какие он хочет там сделать видоизменения в этом фонде, куда там перенаправить средства. Вот. У них был даже, ну, такой приятный семейный ужин. Потом на следующий день он там сходил на тренировку. То есть он себя прекрасно чувствовал. Он заехал в офис компании «Арик Лэйн». То есть он там проговорил, какие изменения он хочет сделать сейчас компанией. Вот. В частности обсуждали как раз-таки то, что семья Афьёкник хочет... Йонас был очень взволнован по поводу того, что компания снова станет частной. Чуть позже расскажу, почему. Потом он встретился... Там есть ещё одна компания на фондовой бирже «Медик Овер». Как бы это медицинская, да, компания. Он встретился с руководителем этой компании. Дал ему тоже какие-то указания на ближайшие несколько лет. Это невероятно. Успеть столько сделал. Сделать, закончить. Ты представляешь? То есть он встретился с семьёй, он встретился как бы с руководителями всех основных своих компаний. Дал им указания на несколько лет. Слушай, мне кажется, как человек правильно что-то после себя оставил, как он правильно жил, то, что дали его на это время и силы. Да. И после этого очень как-то вернулся домой спокойно, что тоже там поможено семьёй. Такой, что «Ну, пойду отдохну». В общем, как бы я немножко устала. Вот. И всё. Представляешь, как бы уже с утра... Нет, у меня мой рачок, я не знаю. У меня тоже. Но это просто на самом деле, это как сказка. Это просто жизнь святого. Это потрясающе. Вот. И поэтому на самом деле сестра так и будет молчать. Сестра говорила в начале. Не, мне кажется, это сообщение из начала. Знаешь, когда ты говорила первые 20 минут. Ну да. Давай, знаешь, как я скажу, вот раз, а ты как раз переключишься. Негативщик, просьбу покинуть чёрт. Вы знаете, я вам скажу, что почему-то у нас удивительное отношение. Когда мы слышим какую-то новость, первая наша реакция почему-то, кстати, не у всех лидеров, да. У лидеров всегда реакция позитивная, и они всегда пытаются вытащить, что в этом полезного, нужного, да. Так вот, если помните, одно время у нас в России завалит был интернет, и даже в СМИ говорили, что Арифлайм уходит с рынка, закрывает завод. Но они не договорили следующего. Они закрывали маленький завод в России для того, чтобы построить глобальный, огромный, вообще новейший завод, лучший в Европе. Представляете? И сейчас, когда вы слышите какие-то новости, вы не начинаете метаться в негативе. Вы узнаете, а почему так произошло, и что в этом крутого. А теперь я передам слово Снежанке. А теперь я объясню, чем это круто. Вот, в общем, на самом деле это уникальная возможность, вообще то, что у наших основателей есть возможность выкупить компанию с фондовой биржи. Потому что, лично, как бы зачем это нужно? То есть в определенный момент компания вышла на фондовую биржу, это определенный приток инвестиций в компании, для того, чтобы она была расшириться. Затем, когда компания на фондовой бирже, то, получается, акционеры, владельцы акций, они хотят максимально получать максимально большое количество дивидендов. Логично? Логично. Соответственно, все решения по управлению компанией, они проходят как бы через очень много... Да, как бы таких вот прохождений сложных. Вот. И, то есть, получается, инвесторы хотят получить как можно больше дивидендов. А как бы руководители компании хотят как можно больше прибыли инвестировать обратно в бизнес для его развития. И тут получается такой определенный конфликт интересов. И в очень-очень редких случаях, когда складываются благоприятно все факторы, то есть, когда основатели, во-первых, действительно искренне верят в развитие компании, во-вторых, когда у них есть, пардон, финансовые возможности, что тоже, ну, не всегда и не у всех бывает, когда крупная компания выходит на фондовую биржу, они могут принять решение выкупить акции с фондовой биржи для того, чтобы сделать ее снова частной, чтобы больше прибыли инвестировать в развитие бизнеса для того, чтобы он мог быстрее расти. И это действительно очень круто. То есть, офигники очень сильно это хотели. И, как бы, даже когда мы обсуждали это на ТОП-15, как бы они сказали, ну, еще не было известно точного решения, получится или не получится. Потому что вопрос в том, что помимо частных владельцев, то есть, которые, там, сотрудники компании, еще какие-то есть крупные компании, которые занимаются инвестированием. Вот. И, в принципе, они, в основном, как бы, владеют акцией на большинство компаний. То есть, основное решение зависит от них, согласятся они продать или нет. Вот. То есть, как бы, даже у тебя есть деньги, ты не можешь и накупить собственную компанию. Представляете? Это были тоже такие достаточно сложные, там, в общем, переговоры. И, в общем, в итоге, в общем, все классно. То есть, я вам поясню, знаете, во время встречи глобального ТОП-15 было очень много закрытой информации конфиденциальной, вот, которая нам рассказала, что мы там видим разработки в этом, в этом, в этом направлении. Вот. И я такая, ааа, огонь! Супер-супер-супер! Классно-классно! Когда это появится? И они такие, ну, если получится, как бы, вот, чтобы компания снова стала частной, то, как бы, это вот первый вопрос, на который сейчас мы будем там инвестировать. Я такая, ааа, это же прям крутяк! То есть, ребята, скоро будут прям супер-супер-супер-супер-супер-супер вообще прям компания сейчас вообще прям вау растет. Я просто сейчас такая прям, что рассказывать нельзя! Но, поверьте мне, это очень круто. То есть, на самом деле, то есть, вы поняли, да, главный момент, что компания ушла с фондовой биржи, это не ее прогнали, вот, А это было именно собственное решение основателей компании сделать снова компанию частной для того, чтобы больше прибыли инвестировать в развитие нашего сан-бизнеса. Поэтому это супер новости, просто потрясающие. Так, и давай, я думаю, что такое? Нет, я просто говорила. Вот, таким образом, переходим к теме развития бизнеса в сегодняшний день. А я была в шоке, когда узнала, что, оказывается, сегодня в Стокгольме осталось всего два магазина игрушек. Можете себе это представить? Обычных игрушек для детей. Я такая сначала не поняла, я такая, в Стокгольме демографический кризис, дети пропали, что случилось? Почему дети перестали играть в игрушки, все сидят в айпадах, что случилось, почему? Почему? И оказалось, так отражается век интернета. То есть, на самом деле, это в очень многих областях. Сейчас все больше и больше компаний, они уходят с классического рынка, где классические магазины, да, как мы привыкли, и все больше и больше компаний уходят в интернет. Вот, и вы знаете, на самом деле, это потрясающе. Как нам с вами повезло, вы просто не представляете. Будь здоров, Леша, он подтверждает, что нам с вами очень повезло. Потому что у меня есть очень много разных друзей и знакомых из классического бизнеса. И я так немножко удивлена, потому что очень многие мои знакомые, у кого очень хорошо были дела лет 10-20 назад, после прихода интернета очень у многих бизнес обнулись. То есть, на самом деле, как бы реалии поменялись. Вот, это касается, там, например, ну, разных видов бизнеса, очень много, там, печатной индустрии, там, туристический бизнес, да, то есть, как бы любой, там, может сейчас зайти, там, на букинг, сам забронировался, что угодно. Леша, тебе привет передают. Вот, и, то есть, это удивительно, как нам с вами повезло на тему того, что сетевой маркетинг, он настолько идеально вписывается в современный мир, в современные коммуникации. Просто такое ощущение, как будто все развития современных технологий, интернет, вебинары, инстаграмы, ютубы. Все придумано для развития сетевиков. Вот, реально. То есть, я помню, когда, там, лет 10-15, мы говорили, что, типа, сетевой – это бизнес будущего. Блин, ребят, сетевой – это реально бизнес будущего. Но самое интересное, что будущее, оно уже наступило. И это очень круто. И я поздравляю нас с вами, что наш бизнес не только не загнулся и не уменьшился, но он только стал сильнее и мощнее, и это очень-очень-очень круто. Как я тобой горжусь, Любовь. Это моя младшая. Это моя старшенькая. Это она меня воспитала. Так что это она своим воспитывала. Тем, как она меня воспитывала, гордится. Сейчас сама себе комплимент делала. Вот. Ну, соответственно, век интернета. Как поменялся рынок? Как поменялись ожидания потребителей? Самое первое, как бы, на чем сейчас очень многие компании начинают соревноваться – это цена. Соответственно, то есть, когда какое-то там производитель уходит в интернет. То есть, очень многие сейчас классические магазины оставляют только в качестве шоурума. Кстати, между прочим, Киев тоже сейчас к этому переходит. То есть, ну, это одна из таких компаний. То есть, ну, ладно, все, сокращаю. А то мы как бы уже… Нет, нет, на каждом полчаса твои уже каждый день. Да, 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 я помню, на полчаса на каждом. Вот. Очень многие компании сейчас оставляют классические магазины только в качестве шоурума. При этом, как бы, вся реализация, как бы, живая торговля идет именно через интернет. Вот. Соответственно, когда идем через интернет, сокращается часть расходов, правильно, на те же самые классические магазины. Вот. И тем самым, как раз первый пункт, по которому очень многие начали соревноваться – это цена. То есть, начали постепенно все это демпинговать по цене. Классно, интересно, здорово. Ну, с какой-то точки зрения, как потребителю мне это, наверное, нравится. Но с точки зрения владельца бизнеса – это не классно. Потому что, вы понимаете, чем ниже цена, тем меньше прибыльность. Соответственно, чем меньше прибыльность, тем меньше компания может вкладывать обратно в развитие своего бизнеса. В нашем с вами случае это те же самые конференции. Если мы будем понижать стоимость продукции, то как в уровне конференции… Ну, вот эти потрясающие бонусы сейчас, которые… Это был следующий момент, спасибо. Ну, правильно, правильно, да, ускоряемся. В общем, конференции, бонусы, потом, опять-таки, развитие качества продукции, да, это все требует денег. Соответственно, ну, называется, вы бы хотели работать в лукостере, да, то есть это авиакомпании, которые как бы очень дешевые, у которых, да, какая-то сомнительная репутация. Просто, пардон, да, у меня на глазах этот самолет Шереметьево горел, поэтому… Ну, как бы, наверное, не очень хочется, да, связывать себя с… Сухой. Спасибо, Марко. У меня прям вот золотые слова, чтоб я без тебя делала. Вот. Соответственно, а что еще может быть, кроме цены? Качество. Это, безусловно, именно качество. И вот, качество продукции и хорошие истории, потому что сейчас именно время истории, время истории тейлинга – это то, как раз, о чем… Обалдеть, вы не сговариваете. Это потрясающе, мы на самом деле не сговаривались. Но именно благодаря историям мы можем пробуждать в людях разные эмоции. Благодаря истории, мы там рассказали одну историю, там человек может загрустить. Мы рассказали другую историю, человек может стать любопытным. Мы рассказали третью историю, может разозлиться. Мы рассказали четвертую историю, может обрадоваться. Именно истории – это то, что сейчас продвигает. Это удивительно. В тему про те же самые игрушки сейчас очень много создают каких-то игрушек со своей историей. То есть не просто там, типа, образно, кукла Барби. Вот. И вот просто она куклу придумывает ей историю сама. А там, образно, кукла Мишель, которая является принцессой царства, бла-бла-бла. У нее там голубая кровь, и была такая-то там такая-то история. Сейчас именно истории продают. И опять-таки это удивительно работает на наш с вами бизнес. Потому что мы с вами именно в бизнесе историй. Это касается, что продукции. То есть мы делимся своими историями о том, как нам какой-то продукт понравился или не понравился. Какой эффект у нас. Слушай, правда, продается не баночка-скляночка, да, которая как-то называется, красиво выглядит, а продается именно эффект, который ты получаешь после приобретения. Абсолютно. То есть вопрос в том, что когда я что-то покупаю, ну, лично мне вот честно, не интересен химический состав крема. Мне не интересно, какие там соединения, как там на какой-то эпидермии действует и так далее и тому подобное. Но мне реально интересно, что в итоге потом со мной будет. То есть как бы я потом проснусь, я не знаю, с красной рожей и в прощах, или я проснусь, что как будто я выспалась за два часа. Это вот вопрос именно истории. То есть это что касается продукции, что касается wellness, да, опять-таки. То есть от того, что мы просто выложим в Инстаграм фотку упаковки коктейля, ну, вряд ли кто-то им заинтересуется. О, смотри, это поменялось. Даже если мы подробненько под этой упаковкой распишем весь состав, вот, то как бы, ну, прочитали, классно, и здорово, если прочитаем, да, как бы, что тоже как бы не так. А вот если фотка до-после, да, что типа я была м, а стала м, вот, и вообще это так классно, да, и чтобы мне вечером не есть, я коктейльчик выпала, и это опять издевает, и я могу спокойненько спать. Слушай, он даже тот же Афьёк, который бегал по утрам в своем возрасте, да, это же просто невероятно, сколько энергии было. Правильно, бег зло, вот что с ним случилось. Простите, я просто не бегаю. За 8 лет тренировок меня тренеры не смогут заставить делать две вещи. Это для себя тренироваться. Да, ну так вот, в общем, я нас с вами поздравляю, мы в классном бизнесе, в бизнесе истории, в бизнесе новых технологий, и что ты так на меня смотришь? Я думала, концовка на тебе будет. Я любуюсь с тобой. Вы знаете, это невероятно, потому что я действительно ей любуюсь. Эта девчонка, которая в 4 годика сказала, к нам пришли лидеры домой и начали жаловаться, жаловаться, жаловаться бесконечно. Они даже не слышали того, что им отпишали родители, они просто требовали, чтобы все решили. И подходит эта маленькая козелочка такая и говорит, «Тетя, у вас голова на плечах есть?» А она такая раз. Она просто в шоке. Такая, то ли ей нахамили, нагрубили, то ли пощечил на ребенок. Да, ну вроде как ребенок, особо не обидишься. Да. И она говорит, да, есть. И сестренка такая говорит, если есть голова на плечах, то в сложных вопросах она разберется. И вы знаете, действительно очень много родителей работают. Я прошу прощения, просто потом уже спустя много-много лет, лет 20 спустя, она ко мне подошла, она до сих пор это помнит. И она говорит, что на самом деле в этот момент я поняла, что я вот это там негатив, там лью, лью, лью. А тут ко мне подходит ребенок, она говорит, я на самом деле понимаю, что вот у ста ребенка глаголит истину. То есть ведь действительно со всеми этими вопросами я могу сама разобраться. Вы знаете, это невероятная девчонка. Одна из историй, которые я вам хотела начать рассказать, это была история тоже про нее. Это, знаете, о силе духа. История, потому что, когда она 8 лет поехала в Америку, это был очередной конфликт России с Америкой. И вы знаете, ее пытались оттуда выжить всеми способами. Они скалили везде, где она может нарушить правила. Сержанка нарушала игру, но ее оттуда не выжили. И она осталась там до конца, Америка стала ее любимейшим местом. Когда она заканчивалась, вот она поступила успешно в два института, и она училась одновременно, в двух у нее это получалось. У нее невероятный склонность к языкам. Потом она выбрала один из сильнейших и очень сложных легендарных институтов России, которым надо выжить, извините меня. И там она тоже стала лучше, ее говорят, они на нее ссылаются. Она выжила, когда она пришла в совершенно новую область, к Светлане Дружине, легендарному режиссеру, когда ее топили в очень холодной воде. Надо было изображать, что ей тепло и комфортно. И это просто невероятно. Я горжусь ей очень-очень сильно. И вы знаете, в 20 лет действительно потерять маму, близкого человека, твоя подруга, у нас с мамой были настолько теплые, невероятные отношения. И в 20 лет эта девчонка, она взяла на себя важные вопросы семьи. Когда мы с папой просто опустили руки и ушли в переживания, короче говоря. И когда у меня родился ребенок, и когда я ей говорю, я плохая мать, он упал не с головой, а с кроватки, там еще что-нибудь случилось. И она говорит, так, стоп, ты мной довольна, какая я получилась? Я говорю, ну что, Николай, я тобой горжусь. Она говорит, ты меня вырастила. И я понимаю, нет, ну ладно, ладно, хорошая мать. Поэтому сегодня, спасибо, что вы были с нами. Сегодня был первый вебинар, который мы проводили вместе с Сережей. Я тоже очень люблю и горжусь. А между прочим, это тоже семейный бизнес, это тоже Алифлэм. Наш Алифлэм объединяет, сдруживает семьи, потому что здесь нет конфликта отцы и дети, потому что здесь отцы и дети, бабушки, дедушки, сестры, братья, они все в одной системе. Они говорят на одном языке, они вместе друг друга поддерживают, переживают, радуются. И представляете, когда твои друзья, подруги, родственники, которые выходят на сцену с чеками, со слезами, вот это вот невероятное, и ты стоишь внизу и встречаешь их, и радуешься, и потом обнимаешься. Господи, это бизнес, в котором успешный человек готов с тобой делиться своими знаниями, наработками, опытом, помочь тебе стать успешным. Друзья мои, это очень благородно, это очень этичный, красивый, невероятный бизнес. И, наверное, что-то в этом мире вы сделали очень хорошее, то, что вы заслужили такого партнера. И хочу я вам пожелать следующее. Если вы гордитесь партнером компании Арифлейм, я надеюсь, что после сегодняшних примеров вы очень гордитесь, я желаю вам стать тем самым партнером достойным, которым будет гордиться компания Арифлейм, и все топ-лидеры будут рассказывать вашу невероятную историю. В общем, еще раз хочу подчеркнуть, что, вы знаете, на самом деле Арифлейм – это сейчас, без лишних прикрас, самая успешная и активно развивающаяся сетевая компания в мире. И то, какие планы сейчас у основателей, у владельцев компании на инвестиции и развитие бизнеса, это просто бомба, это очень круто. Поэтому я хочу подчеркнуть, что мы с вами в правильном месте, то, что на самом деле сетевой – это бизнес будущего, то, что все современные технологии, они созданы для нас с вами, для нашего бизнеса, для того, чтобы мы могли быть еще успешными. Это значит, что мы здесь и сейчас, мы в правильное время. И осталось доказать, что мы правильные люди. Успех! Ты же выключила? Да, все остановлю. И ай, ну, давай. Ты же, в defin своей ан taур sher音. Пока. 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 워서. Продолжение следует...